Всем привет, с вами Михаил Супер и сегодня будет обзор на две копейки. Одна просто стоковая, а вторая уже прокачанная. Давайте посмотрим эти машины изнутри. Сначала зайдем в классическую копейку для того, чтобы посмотреть салон, интерьер. Вот, здесь у нас все очень мило выглядит, все по-стандартному, даже есть радио, приемник. Управляется очень мягко. Вот, видите, у нас на стиле, в общем, машинка рядом стояла. А вот это чисто классика такая вот. Ну вот, спокойненько на ней следишь, то нормально, в принципе. Правда, с подвеской что-то у нее очень интересно, потому что передние колеса как-то подняты. Видите, да? Управляется довольно-таки прикольно, давайте посмотрим. Фары повключаем. Ну-ка, задние. Интересно, какой у нее задний ход? У нее даже заднего хода, по идее, нет. Хотя одна лампочка, вроде, должна гореть. Ну, в принципе, нормально выглядит. Так, давайте прокатимся немножечко на вот этой машине, тюнингованной. Здесь посмотрим, что у нас. Немножечко колхоз затонировано полностью. Так, ну вот, панелька здесь другая. Стоит. Ну и такой двигатель более мощный. Она посажена, поэтому все как-то выглядит более, так знаете, мощно и управляемость жесткая. Вот, прям, развернусь. Ничего не вижу в этих стеклах. Кошмар. Как интересно вот так вот ездить, когда она и с той, и с этой стороны просто, видимо, баллончиком закрашена. Я не знаю. Вот. Ну что ж, давайте тогда на вот этой машине попробуем разогнаться до максимума. И посмотрим, что она из себя вообще может представлять. Кстати, вот если вот так вот под углом, то, в принципе, немного видно, что происходит в салоне. Да. Вот такая вот у нас копейка. Для дрифта, в принципе, годится. Такая вот, знаете, мощненькая. Тачка только колеса, мне кажется, слишком маленькие для такого кузова. Это, не знаю, атаки поставили, что ли? Или... Я слышу голоса людей, вы тоже это слышите, да? Они падают, видимо. Просто. Ну-ка, а что у нас тут со светом? Свет тоже очень яркий. Подсветка приборов сразу же видна. Так вы знаете, все синее. Хотя, в принципе, здесь все по-стандартному сделали. Видимо, изоленты как-то заделали, я не знаю. Но выглядит это все довольно-таки прикольно. Вон, подвеска у нас тут спортивная. Подлетает и ничего не делается. Ладно, а что будет, если, например, по каким-нибудь неровностям? Например, вот сюда вот так вот выехать смогу. Вот, уже что-то разбил. По вот такой вот дороге. По проселочной. Что-то вот как-то у нас перелетает прям жестко. Вот это да. Ну-ка, давайте посмотрим, что там разбили. О, немножечко кузов. Как бы подразбили бампер. Ну, она, конечно же, с такой скоростью несется. Это нормально, я думаю, для такой машины. Просто все жестко так разбивается. Ну-ка, а что будет, если я просто возьму и разобью окно? О, светло стало. Видите, даже форточки выбиваются. Ну-ка, сейчас туда стрельну. Сзади все. Вроде выбил стекло, да нет, оно все так же есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Жестко мы, конечно, летим на этой копейке. Вау. Подсветка приборов теперь не горит, потому что мы разбили все фары. Видимо. Ну да, еще жестче. Машина подразбилась. Просто небольшие такие вот удары для корпуса. Это как бы не выносит таких ударов. Потому что она слишком занижена. Видите, немножечко погнули низ. Но опять же, это все из-за занижения такого жесткого. Прям слишком занизили машину. Ну что ж, давайте затормозим, посмотрим, какой у нее задний ход. Видите, тоже ничего нет. Ну, как бы лампочка не горит. Давайте посмотрим, что будет, если пострелять стекла, будут ли они ломаться. Нормально, в принципе. Задний стекло тоже должно разбиться. А вот передний, надо посмотреть. С этой стороны оно как бы простреливается. Ну-ка. Давайте посмотрим. А фары. Как-то они, знаете, жестко сделаны. Типа они горят, но разбитые. Ну, давайте проедемся. О, грунт летит. Жестко, конечно, жестко. Но, в принципе, ехать можно. Так даже, знаете, как-то красивее выглядит. Хотя, не знаю. Я бы лучше оставил вот без тонировки. Ой, дверь отлетела. Ну, ничего, бывает. Тут просто у нас слишком машина занижена, поэтому это, в принципе, нормально. Все, вот, по дороге сейчас поедем. Нормально едет, в принципе. Вот у нас такая немножечко с колхозом машина. Можем так пострелять по ней. Посмотреть, что будет. Сидение, наверное, от какой-то иномарки или от семерки стоят. Скорее всего, от семерки сидение. Сзади вообще непонятно что. Коврики такие модные. Ой, сейчас она загорится, и все, это будут крынты. Так. Воу, это было жестко. Давайте заспавним обычную копейку. Для этого перейдем в менюшку. Просто возьмем... Заспавним обычную копейку. Вот, у нас столько красивый цвет. Вот, немножечко прокатимся. Ну, здесь уже, как-то, знаете, попривычнее в салоне. Машина тоже едет. Но не так уж быстро. Конечно же, как там. Зато это полный оригинал. Оригинальное зеркало. Как бы все выглядит более-менее нормально. Только вот почему-то очень ярко освещается панельная вот эта вот, ну, приборка. Так, давайте. У нас тут одно зеркало есть. Надпись Жигули. Тормозит, в принципе, нормально. Давайте немножечко подрифтим на ней. Боком вот так вот. Ну-ка посмотрим, выдержит ли резина. Ну, она должна выдержать. Кружок вот так вот нарисуем. О, прикольно. Так вот, развернемся. Жестко, жестко, жестко. Опс, что там? О, блин. Резину сжег. Тогда уже и вторую сожгу. Так, чисто по приколу. Видите? Жестко стирается у нас колесо. Я думаю, что хватит. А оказалось, что нет. Рисуем просто на асфальте. Жжем резину. А, кстати, вот это нормально. Оно еще до сих пор, как бы, ему ничего не сделалось. Колесо. Давайте посмотрим, что будет. О, все. Теперь на дисках поедет. У него даже, смотрите, колпаки есть. Выглядит все довольно-таки прикольно. Ну, че, давайте погоняем. Так даже веселее будет. В дрифт так входит. Боком. Опс, ее сразу разворачивает. У меня, смотрите, какие пружины интересные. Все функционирует так. Прям задние пружины, это вот. Прикольно. Сделаны амортизаторы, мы видим, как там прогинаются такие стойки, прям стоят. Ну-ка, здесь. Давайте посмотрим, что под капотом находится. Для этого сейчас возьмем, просто откроем все. Вот здесь вот. Эту дверь, ту. Чисто всю машину. Ой, вот сюда я закрыл. Багажник, надо его снова открыть. Так, че у нас тут? А, это я починю, что ли? Ну да, починю. Все. Теперь можно вылезти, ничего не закрывать. Посмотрим, что вообще представляет из себя данный автомобиль. Вот здесь у нас все по стандартке. Кстати, вот движок здесь стоит. Обычный, вазовский. Ничего особенного. Вот, тут даже, смотрите, грелка есть. Куда заливается обычно охлаждающая жидкость. Ну, не охлаждающая жидкость, а именно, чтобы чистить, короче, незамерзайка. Чтобы стекла вот прощищать. Это у нас бачок как раз, куда заливается незамерзайка. Вот он. Там вот, да, вот тоже вкручиваешь, там здесь краник. Интересно, вы проработали его или нет? Давайте посмотрим. Ну, там внизу, короче, должен быть. Ты сливаешь все это дело. Вот здесь масло заливаешь, все как обычно. Такой обычный карбюратор. Ну, че, давайте посмотрим, что у нас тут. Здесь у нас тоже все по стандартному. Ну-ка, интересно, у нас есть чем увеличить. Ну, в принципе, вот так вот все выглядит. В багажнике абсолютно пусто. Даже запаски нет, оно вот тут обычно размещается. Хотя полка сделана довольно-таки интересно. Так, у нас че, битзобаку, что ли, а че себя стрельну? Ничего не делается, то есть не взрывается. Ну-ка, а здесь? Тоже ничего не делается. Хм, интересно. Ну, че, давайте погнали. Прокатимся немного на ней. Ну-ка, посмотрим, как это выглядит, когда открыт капот. В принципе, да, ничего не видно. Давайте посмотрим, отвалится он или нет. Он здесь прикреплен немного иначе. Ха, все равно оторвало. Не, ну это вообще как-то странно. Резко так взял и оторвался. Хотя, вроде, еще особо и не разогнались. Но уже вот. Интересно начинает копейка себя вести на дороге. Сразу отваливается все. Все двери. Причем так спокойно. Ну, в принципе, да, лишние детали, че-то. Обратите внимание, такой багажник просто четкий. Ну, копеечки. Воу-воу-воу. Все, 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 хватит. Ай. Немножечко корпус погнули. Но ничего страшного. Без дверей тоже норм. Просто все по пути оторвалось. Посмотрите, какое заднее сидение. Какой-то диван мягкий прям. Даже коврики есть, они все новые. А вот на передних сидениях не позавидуешь тому, кто сидит. Потому что спина будет очень сильно болеть. Если долго будешь сидеть в таких сидениях. Но, в принципе, они прикольные. Вот. Но у меня у самого стоят сидения от семерки. Да, это небольшой колхоз. Но, в принципе, я считаю, что в них сидеть гораздо мягче. Они комфортнее. И, ну, как-то... Ну, в общем, не особо, мне кажется, это и плохо. Так. Они, тем более, с подголовниками. А это IT-бес. Но зато это ретро. Да. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Жестко ее разворачивает. Вот тут, видимо, своеобразная такая подвеска. Она прям валит. Хотя, в реальности не так. Она так не поворачивает. Как будто, знаете, лоурайдер какой-то. Ну-ка, давайте посмотрим, что будет. Если бы вот таким вот покататься. Ой-ёй-ёй. Жестко. Ну-ка, повернись, повернись. Опа. Стекло, что ли, выбили? Смотрите, а фары-то горят. Реально круто. Даже подсветка номерного знака горит. Заднего, видите, да? И приборка. И вообще все удалось. Не, ну просто сама по себе машина очень шикарна. Мне нравится вот как ее сделали. Вот. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся. Ну, а пока что я вылечу за пределы карты. Вниз просто провалюсь. Эх, 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 эх. Хоть бы получилось это сделать. Просто упаду куда-нибудь. Немножечко можно разогнаться даже. На ней. Сейчас. Опа. 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 Продолжение следует...